Это новости на Хабар 24. С вами Динара Саду. Здравствуйте. О способах преодоления современных глобальных вызовов говорил Нурсултан Азарбаев на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. Разговор растянулся на два дня. Лидеры стран углубились в детали, которые мешают формированию мировой архитектуры. А вот как бороться с глобальными вызовами, рассказал Нурсултан Азарбаев. Ельбасе предложил новую геополитическую реальность 3D. Расшифрует Айгуля Дилова. Акварели, кисти, пайетки и даже пластилин. Мастер-класс от китайских рукодельниц «Немного времени» и вуаля, вполне сойдет для выставки. Чуть дальше книги. Много книг. Почти все они о государственном управлении Китая. Захватывает с первой страницы, вернее с первой фотографии. Здесь китайскому лидеру Си Цзиньпину 26. Тут постарше, с дочерью на велосипеде, с супругой. А на этом снимке запечатлена мама председателя КНР. Ну и по традиции рецепты китайских блюд, туристические маршруты и карта Пекина на память. Чем только не займут журналистов, которые большую часть своего времени на крупнейших международных площадках проводят в долгом ожидании. Но ради нескольких протокольных кадров за ними иногда больше, чем просто снимки, стоит подождать. И вот в живописном месте на берегу реки Янзи место встречи лидеров стран. Как полагается джентльменам, дамам уступает. Глава МВФ Кристин Лагард первая из прибывших гостей. Всего в Пекине 20 президентов, 12 премьер-министров, султан, эмир и канцлер. Весьма солидный состав. Показательная и рассадка лидеров. Несмотря на то, что стол круглый, особое положение некоторых участников было четко обозначено. По левую руку Нурсултан Назарбаев, по правую Владимир Путин. Удар церемониальным молотком, хоть и формальность, но на твердость намерений, намекает. Решение вновь провести форум обусловлено намерением прорисовать тонкие детали на картине одного пояса, одного пути, углублять связи и насытить содержанием. Мы готовы совершенствовать концепцию сотрудничества с акцентом на высококачественную реализацию инициативы. Сегодня важно претворять все намеченные принципы в жизнь. По правилам китайского протокола, далее разговор прошел за закрытыми дверями. А вот закрытые двери в политике не есть хорошо. На что Нурсултан Назарбаев выдвинул новую геополитическую реальность 3D. Мы готовы и далее прилагать сопоставимые усилия для формирования глобальной архитектуры, которая бы содействовала решению неотложных задач в геополитике и геоэкономике. По моему мнению, это можно воплотить за счет создания новой реальности 3D, которая означает необходимость налаживания трех диалогов. Первый затрагивает глобальный уровень – это диалог между США, Россией, Китаем и Европейским Союзом. Второй диалог необходим на уровне Евразии с целью объединения потенциалов «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». Третий диалог – это системный экономический диалог между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии. Это заявление политика мирового масштаба, личные убеждения и его позиция. Мир всегда лучше войны. В экономике стали развязываться торговые и санкционные войны. Замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру. А это ведет к снижению темпов роста мировой экономики и, как следствие, к ухудшению положения людей, в первую очередь в развивающихся странах. Казахстан, располагаясь в самом сердце огромного континента, всегда будет выступать за более тесное партнерство в Евразии. Казахстан находится в сердце Евразии. Это стабильная страна в Центрально-Азиатском регионе. И сегодня очень выгодно и важно иметь маршрут. Я говорю про транспортно-логистические, которые проложены в Европу через Казахстан. Экономика Казахстана прогрессирует, и это факт. И кооперации, которые предлагаются Казахстаном, очень важно прислушаться. Диалог – это то, что именно сейчас необходимо миру. Один пояс, один путь – и есть новая модель глобализации. Инициатива смогла обойти вызовы географии и неравенства в развитии. Это возможность множества государств выстроить систему партнерства с самой крупной экономикой мира по паритету покупательной способности. Но вот некоторые ставят под сомнение китайскую инициативу, называя ее долговой ловушкой. Нурсултан Азарбаев, давая интервью местным журналистам, поставил под сомнение обоснованность самой критики. Что касается долговых облигаций, это дело каждого государства. Брать долги, не брать, или брать и осваивать, или не брать. Поэтому этот вопрос риторический и не имеет никакой основы для того, чтобы критиковать. То есть это очень великая идея, которая имеет перспективу. Я сегодня говорил. У нас есть Евразийский экономический союз. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы один пояс, один путь. Евразийский экономический союз подписали договоры. Получается очень широкая интеграция. Я убежден, что в будущем и Европейский союз тоже захочет, потому что это очень выгодно. Это выгодно для процветания всех стран. Сейчас пока политика мешает, но я уверен, я знаю, что многие страны хотели бы подключить к шелковому пути, чтобы больше общаться, больше торговать. За короткое время получилось построить экономические коридоры, которые обошли сложные природные ландшафты и геополитические противоречия. Здесь важно понимать, каждый проект – результат равноправных консультаций между всеми заинтересованными сторонами. Китай вышел в космос. Китай в оборонной политике своей обошел все другие государства. Китай сотрудничает сейчас с Россией по нефтегазовому комплексу. Через нас идет труба 40 миллиардов кубометров туркменского казахстанского газа. Труба, которую Казахстан предложил, перекачивает 20 миллионов тонн нефти, и это будет увеличиваться. Китайские компании добывают больше 20% казахстанской нефти. Больше 1200 предприятий с китайским участием работают в Казахстане. Это только в Казахстане, а Китай работает во всем мире, работает в Африке, в Азии, Южной Америке и во всех других странах, я думаю, все они могут сказать. Китай никогда не диктует свои условия, Китай не говорит, живите, как мы живем. И вот они, люди, за ними возрождение древнего пути, у которого, как полагается любому масштабному проекту, есть критики, но сторонников, понятное дело, несоизмеримо больше. Один пояс, один путь отвечает интересам 125 стран. При этом всего два года назад партнеров было существенно меньше. И ведь сегодняшние масштабы не предел, учитывая, что перспективы еще шире. Новые ориентиры определяют новые дороги. Решить проблему с водоснабжением сел, заняться экологией и организовать комплексную поддержку молодежи поручил глава государства во время визита в Павлодар. Касамжумар Тукаев посетил несколько объектов, побеседовал с рабочими и провел встречу с общественностью региона. Подробности у Зарины Байерисовой. Павлодарская область – центр индустриальной промышленности Казахстана. Почти 50% волового регионального продукта приходится на обрабатывающую, горно-добывающую и энергетическую отрасли. Местный потенциал колоссальный еще и из-за географического расположения. На севере и западе регион граничит сразу с тремя российскими областями. Поэтому неудивительно, что одним из пунктов назначения в региональном турне президента Касамжумар Тукаева стал город Павлодар. Рабочие расписания главы государства плотные, поэтому сразу из аэропорта президент отправился на казахстанский электролизный завод. Это единственное предприятие в нашей стране, которое производит алюминий. С конвейера еще в теплом виде слитки упаковывают в пакеты весом в тону, маркируют и отправляют на экспорт в Бразилию, Нидерланды, Норвегию, Турцию и не только. Спрос на казахстанский алюминий высокий. Его применяют даже в строительстве самолетов. Касамжумар Тукаев обошел один из цехов завода, побеседовал с работниками и встретился с общественностью региона. За годы независимости экономический потенциал при Иртышья значительно укрепился. Ваша область превратилась в один из флагманов промышленности и энергетики Казахстана. Благодаря инициированной Ельбасе программе индустриализации в регионе реализовано более 90 проектов на 988 миллиардов тенге. Фактически 1 триллион тенге. Эти проекты охватывают топливно-энергетический комплекс, нефтехимию, металлургию и другие отрасли. Создано 9,5 тысячи новых рабочих мест. Значительный вклад в укрепление производственного потенциала области вносят алюминиевый кластер и свободная экономическая зона Павлодар. Их деятельность ориентирована прежде всего на укрепление экспортных возможностей региона. Сегодня создаются три новые индустриальные зоны. Все это позволяет Павлодарской области вносить существенный вклад в повышение конкурентоспособности национальной экономике. В то же время за каждым экономическим показателем в первую очередь должно стоять благополучие простых людей. Это безусловный приоритет и главная цель в работе правительства и каждого Акима. Интересы и благополучие казахстанцев – безусловный приоритет правительства и всего государственного аппарата, подчеркнул глава государства. Поэтому Касымжомар Тукаев сразу указал на самые болезненные точки промышленного региона. В регионе отмечается один из самых низких в стране показателей обеспеченности сел питьевой водой. Мы понимаем, что в большинстве случаев это застарелая проблема. Она возникла не вчера, не сегодня. Имеет свою историю, но как бы то ни было, эту проблему нужно решать. Причем решать ее безотлагательно и на системной основе. Данная проблема касается всех областей. Поэтому счетный комитет должен данной проблемой заниматься предметно. 12,5 миллиардов тенге были направлены по программе развития регионов в 2018 году на строительство систем водоснабжения и водоотведения. Но и там были нарушения, обратил внимание глава государства. Бюджет должен быть переформатирован в сторону более жесткого контроля над расходованием средств. Программы должны быть абсолютно выверенные. Прошло то время, когда мы можем расходовать средства по своему усмотрению. Пустое разбазаривание бюджетных средств непозволительно. Так как, впрочем, и не нужно раздавать обещания, не подкрепленных бюджетными возможностями. Популизм здесь абсолютно неуместен. Всегда лучше знать истинное состояние дел, чем прикрываться голословными заявлениями. Людям нужны ощутимые результаты. Граждане должны воочию видеть, как жизнь меняется к лучшему. В развитии промышленного региона как никогда важно правильно расставить акценты, не упускать ничего и взять на карандаш вопросы экологии. Особенно с учетом того, что индустриальных объектов на карте области станет больше. В этом году планируется ввод еще трех проектов стоимостью в 55,5 миллиардов тенге. Мы уделяем огромное внимание здоровью нации, пропаганде здорового образа жизни. Но наблюдаются бесконтрольные выбросы предприятий. В промышленных центрах складывается критическая экологическая ситуация. Поэтому, вовсе не драматизируя данную ситуацию, просил бы правительство Акимат взять эту тему под особый контроль. Как бы то ни было, вопросы экологии находятся в поле зрения всего мирового сообщества. Рейтинг государства, включая и Казахстан, в значительной степени будет определяться уровнем экологической безопасности. Разговор был более чем откровенным. За одним столом с главой государства собрались представители интеллигенции, предприниматели и молодежь, в их числе и Жасулан Миндебаев. Главная задача, которую ставлю перед собой, это привить любовь к предмету. Многие думают, что физика – это сложный предмет, но я так не считаю. Я автор ряда сборников, решения задач повышенной сложности, задачи по физике на примерах жизненных ситуаций. Ты являешься автором учебника или учебного пособия? Сборника, пособия, сборников, да. Ну, подари мне, и я в свободное время задачки порешаю по физике. Обязательно. Потренируюсь. Хотя, когда я учился в школе, физика мне нравилась. Касым Жомарту Каев поручил руководству области принять комплексные меры по поддержке и развитию молодежной политики. Строить доступное и арендное жилье. Это один из ключевых факторов привлечения трудовых ресурсов в регион, который испытывает дефицит кадров. Вакантными остаются 25 тысяч рабочих мест. Кстати, решением именно этой программы занимается Центр развития молодежных инициатив. В день к ним поступает почти две тысячи обращений. Центру удалось сократить безработицу среди молодежи до 3,2% и поднять на ноги 847 молодых предпринимателей. В год молодежи я хотел бы вам пожелать всяческих успехов. Вы знаете, что молодежи уделяется первостепенное внимание в нашем государстве. То есть, если с вашей стороны есть желание участвовать в общественной жизни, заниматься наукой, бизнесом, преподавательской деятельностью, то в принципе у вас все получится. Потому что именно со стороны государства, со стороны первого президента Ельбаса будут создаваться все необходимые условия. Следующая точка назначения Назарбаев – интеллектуальная школа. Главе государства ученики показали свои наработки по робототехнике. И даже успели узнать у президента о самом незабываемом моменте за период работы в Организации Объединенных Наций. Причем вопросы главе государства задавали на английском языке. В расписании Касымжомарта Тукаева еще один объект. Павлодарский нефтехимический завод – это не просто промышленное предприятие. Это город в городе, территорией 460 гектаров. Здесь работает около полутора тысяч человек. В год перерабатывается больше пяти миллионов сырой нефти. Производят бензин, битум, дистопливо, керосин. И не только. При этом обеспечивая 60% внутреннего рынка нашей страны топливом. В прошлом году завод прошел через модернизацию и по качеству произведенного бензина не уступает конкурентам. Вы хорошо подготовлены с профессиональной точки зрения. Закончили соответствующие вузы. Само предприятие занимает очень важное место в нашей индустрии. Поэтому хотел бы пожелать вам успехов. Президент также отметил, что главная задача правительства и Акиматов – это реализация социальных инициатив и стратегических задач, поставленных Ельбасы. И придумывать здесь новые документы или программы необходимости нет. Основа заложена. Нужно только наращивать усилия, чтобы сохранить позиции Казахстана в статусе лидеров Центральной Азии. И делать все для улучшения благосостояния казахстанцев. И на этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok